Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Романов, и сегодня я подготовил для вас очередной бесплатный прогноз с подробной и качественной аналитикой на матч итальянской серии А. Встречаются между собой такие команды, как Милан и Лацио. Друзья, на создание данного ролика ушло немало сил и времени, поэтому от вас я прошу простой поддержки в виде пальца вверх, тем самым вы помогаете каналу развиваться. Традиционно проведен с вами розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть 1000 рублей на халяву. Все, что нужно сделать, это быть подписанными на мой канал, поставить палец вверх этому видео и написать в комментариях точный счет к этому матчу. Друзья, сразу скажу, что если вы угадали точный счет, это еще не значит, что вы победили. В случае, если угадают несколько человек, победитель будет выявляться рандомным образом. Поэтому, если вы угадали точный счет, это еще не значит, что вы победили. Дождитесь, пока вас согласят победителем в одном из роликов. Друзья, но перед тем, как мы начнем анализ матча, хочу вас всех предупредить, что все свои ставки я делал исключительно в букмекерской конторе MLB. Это букмекерская контора с самой широкой линией в СНГ и каждый из вас там найдет любой матч, любой исход, который вам по душе. Ссылку я оставлю в закрепленных комментариях, ну а по промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть, пополняйте на 1000, получайте 2000, пополняйте на 5, получайте 10, пополняйте на 10, получайте 20. Я думаю, это отличный бонус, который никому не помешает. Ну а победителя позапрошлого розыгрыша вы видите сейчас на экране. Ну а теперь давайте, друзья, вернемся к самому матчу Милан-Лацо. Итак, Милан, друзья, сейчас в очень хорошей форме, у команды в последних 10 матчах нет ни одного поражения, 4 ничьи и 6 побед. Но в последних матчах Милан дает о себе не самое однозначное впечатление. 2 ничьи, 2-2 с Парма и Джино с одинаковым счетом и победа на Цусоло со счетом 2-1. При этом матча с Сусоло, где они победили 2-1, как я уже вам это говорил, все-таки чувствовалось, что в игре Милана чего-то не хватает. Конечно же, победу они добыли довольно заслуженную, здесь никаких претензий нет, однако все же в игре Милана чувствуется просадка. И связана она в основном, конечно же, с потерями в стане команды. Сейчас вы увидите их на экране, хочу отметить, что у Лацо все потери уже довольно-таки давно, а вот у Милана они набираются, можно сказать, с каждым матчем. Златан Ибракимович, который должен был вернуться как раз-таки матчу с Соло, у него вновь повторился рецидив с травмой, соответственно, он выбыл еще на некоторое время, пока никакой информации по этому поводу у меня нет. Но при этом и 4 других игрока тоже являются ключевыми, и на данный момент Милану их явно не хватает, потому что график сейчас очень плотный. Лацо уже в последних 10 матчах показывает себя далеко неоднозначно, все-таки есть некоторые проблемы, но чтобы, так сказать, нести ясность, сразу же это дело рассмотрим. В последних 10 матчах у них 2 поражения, 4 ничьи и 4 победы. Все-таки стоит отметить, что у Лацо очень много проблем в этом сезоне, нельзя назвать кого-то виноватого в том, что сейчас Лацо находится на 9 строчке в итальянской серии А. Их затронул как коронавирус, так и травмы, дисквалификации, все, что можно было, плюс ко всему команда играла на 2 фронта, и это тоже сильно повлияло. Если в Лиге Чемпионов они преуспели и прошли в следующий этап плей-офф, то, как я уже сказал, в серии А сейчас все не так уж и гладко. На данный момент у них в активе 21 очко, и отрыв от первого места от Милана, с которым они сегодня играют, ровно в 10 баллов. Но, как я уже рассказывал в ставке дня в своем телерам-канале, те, кто подписаны, я думаю, об этом знают, но для вас также эту информацию повторю. Но также, друзья, хочу отметить, что если вы хотите выключать больше прогнозов как по линии, так и в лайве, то переходите в мой бесплатный телерам-канал, там я также ежедневно делюсь прогнозами. Ссылочку я оставлю в описании. Перед последним матчем с Наполе Инзаги собрал всех своих игроков, поговорил с ним по душе о тех проблемах, которые сейчас наболели, и, собственно говоря, игроки пришли к одному согласию, что нужно эту ситуацию исправлять. Что, собственно говоря, они в матче с Наполе и сделали, добыли победу 2-0 довольно уверенно в матче с очень сильной командой и набрали 3 очка. Ключевая единица Лацио – это Чиро Имобили, который стабильно забивает практически в каждом матче и приносит очки своей команде. Как раз таки в матче с Наполе именно он и сделал результат, забив гол и отдав еще голевую передачу. Я думаю, что эта победа над Наполе с таким уверенным счетом придаст Лацио дополнительных сил и духа, чтобы сегодня встретиться с Миланом на раун. Как я уже говорил, у Милана чувствуются некоторые проблемы в игре, все-таки отсутствие лидера Ибрагимовича, также многих ключевых игроков в команде абсолютно точно сказывается на их игру. Но в любом случае, Милан – это та команда, которая в этом году всего лишь один раз ушла без забитого гола, и это был матч с Лилем в Лиге Европы. Лацио тоже в плане реализации преуспевает уже 15 матчей к ряду, они забивают, и при этом всего лишь двух они ушли сухими. Поэтому лично я самым очевидным прогнозом в этом матче вижу, обе забьют, да, сейчас увидите ее на экране. Я же вас, друзья, всех еще раз попрошу подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, поставить палец вверх этому видео и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех видео на канале. Ну а это были мои мысли и мой прогноз на этот матч, с вами был Артур Романов, всем удачи, всем пока.